Сейчас момент был супером, он понимал, что в миде поставил бут-сентрик, тут же ему принесли сентрик, он тыкнул, быстренько с помощью танго его скушал, хорошенько отхилился, а может спокойно дальше стоит на линии, на четвертой минуте уходит на топ и забирает себе баунти руну, снизу же руну оставили для сетевая. Да, тем временем на турнире осталось 6 команд, из которых только одна LGD Gaming играла из группы А и 5 команд из группы Б, 2 из которых начинали с сетки лизеров, это команды Beachy Gaming и Virtus.pro и только одна команда из группы Б, которая была в сетке WinRog уже покинула турнир, это Empire. Да, так и есть, неприятно было, скажем честно. Ну, Empire, конечно, лабухи, могли сильнее сыграть, на мой взгляд, то есть они проиграли оба матча, они проиграли оба матча, это, конечно, очень грустно было наблюдать. Ну, бывает, ничего страшного, опыт получен, полные щеки, будем надеяться, что в следующем году и уже в сезоне мейджоров мы увидим успехи от Team Empire, подобные тому, которые мы от них видели, например, на D20L, на Mars Dota League и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, если слушают нас ребята или будут слушать, не унывать, не складывать руки, работать над собой, тренироваться, и все придет, все будет хорошо. E-Home фармят стаки свои сейчас в лесах, на карте ничего не происходит, абсолютно ничего, фармят кэри, фармят мидеры, саппорты дрейфуют по карте, кто-то где-то вардит, кто-то, соответственно, девардит в ответ. Ну, стандартная игра, вот сейчас шестые лвла будут появляться в миде, да, вот шестой есть в CTY, шестой только что взял Super, может быть, будет какой-то экшен связанный с этим, да, потому что имеется уже Sonic Wave, есть два крики, есть два даггер. Можно попытаться прыгнуть как-то на CTY, развести его хотя бы на Ball Lightning какой-то, развести его на какой-то ману, на что-то такое, или сам CTY может попрыгать. То есть что-то должно начинать происходить, да, потому что фармит АМ и больше пока не происходит ничего, АМ продолжает спокойно стоять на линии, избивать крипов, то есть такое себе PVE у Хау на данный момент происходит. Пока что нужно просто подфармить, потому что с первых минут идти убивать интимага это, ну, крайне тяжело сейчас. Аутикей, аутикей, аутикей забрать, но Глимс будет, да, Глимс будет, это, скорее всего, фортплата. Это смерть, да, это должна быть смерть. Хотя идут сейф ТП от Гирокоптера даже, ничего себе. Слушай, еще в атаку идет этот аутикей, у него же нету ни панкопа, ничего, он и развернулся, решил пойти в атаку. ТП были отменены, да, побоялся АМ блинковаться, хотя у него в три вкачан блинк, и его вряд ли бы убили, неважно, кто там тпшился, но он побоялся, наверное, ТП от Штарма, который действительно может его там закайтить и так далее. Поэтому решил Хао до конца не идти, прогнали Аутикея, лучше остаться и фармить, все-таки сейфовый фарм, он вот такой вот. Ну вот, Вичи Гейминг поставили лейнвард для Хао, и вполне вероятно, когда у нас Клопа получит чуть-чуть побольше жира, Фай тоже заберет шестой левел, может быть оставят этого антимага и пойдут куда-то гангать. На топ сейчас партийца у нас Сэн Кинг, его можно будет попытаться глимсануть, но Аутикея хитро сыграл, сразу же вжал Сэн Шторм, и глимсануть его обратно на базу было невозможно. Ну а, кстати, хороший такой мув, я думаю, дальше Аутикея будет пытаться стараться так же делать, когда прилетать будет на какие-то линии, действительно не может ничего с ним сделать Фай, ты его просто-напросто не видишь, и вот в итоге не сможешь толком использовать свой глимс. Ладно, Хао повтыкали, все хорошо, Хао молодец. Снизу же тем временем мы видим, что Уайджей ушел в леса, пытается фармить даблстакер леса, который для него наделал Ланэм, а Ланэма в этот момент пытается принять. Ланэм, глимс, Ланэм. Точно никуда не уйдет, и вот она, первая кровь. Выспомнили, не Файм, да? Опять он, вездесущий Файм. Ему который раз уже не дают играть на Рубике, Ехом забирает этого персонажа себе, но Файм, в общем-то, не теряется, и отлично отыгрывает на Дизраптере. Ну, по крайней мере, он начал играть. В этой игре он был неплох, и в этой игре, да, в прошлой игре были от него даже ошибки, когда он там не успевал Луну закрыть. Мы помним в Кинетик Филд, но в любом случае в сухом остатке вышла победа команды Ричи Гейминг. И мы прекрасно понимаем, что Файм не просто отличный саппорт, а он еще и капитан этой команды, которая пока в плей-оффе имеет статистику 6-0, не проиграв ни одной карты. И уже заработала 870 тысяч долларов США, и сейчас идет к миллиону 200. Сейчас Сетивай законтролил, прошу прощения, Руну на топе, забрал хосту, никто из команды Вичи Гейминг об этом не должен подозревать. Может быть, сейчас Хао смогут убить, да, есть подкоп второго уровня, и Сетивай выходит на хосте, в лед, Вортекс, очень грамотно скидывают нюки, но Хао успевает отбленькнуться. Ну, мало-мало, пока понятное дело дэмэджа, то есть Хао не цепануть, хоть и 900 хп, казалось бы, не особо много, но ПТ успевает переключить Хао и убить его очень-очень сложно. И возвращается, продолжает фармить, кольцо есть, быстренько отрегинился, а вот Рутикей, может стрелять, будет ли глимс Рутикея. Файм не решился, хотя он его видел, здесь стоит вард, он понимал, что Рутикея нет смысла глимсовать, потому что могут быть проблемы, тем временем Сайленсер погибает от Гирокоптера. Гирокоптер побежал дальше на Фенрира, Гирокоптер расстреливает Фенрира. Фенрира пытался спрятаться, а в Холденбрейс не помогло. Фуай здесь же, Уайджей, будет ли глимс, будет ли глимс, да, вот он глимс в Кинетик Филд. Супер, очень больно, Супер уходит, Фуай, боже, что творит этот Уайджей? Что творит этот Уайджей? Шторм, влетает, Сити Вай, убивает Фуая, там тем временем убили все-таки Уайджей, Хао его щелкнул. Хао, а теперь нечем щелкнуть просто Сити Вая. Да, вот это вот Гирокоптер, какой наглый, пришел. Не самый благоприятный размин, конечно же, для команды Ихома, они потеряли намного больше, Сайленсер умер у нас все-таки не от Гирокоптера, не от союзного Гирокоптера, а от Пейн, наверное. Подожди, он его заденайл, что ли, да, он его заденайл, я увидел просто, что Гирокоптер, Гирокоптер его заденайл, прошу прощения. Я увидел Гирокоптер Сайленсер, просто продолжил дальше комментировать, думаю, блин, самому в мозгу что-то не то показалось, думаю, ну ладно, написано, Дота ж не может ошибаться. Дота не может ошибаться, там был динай. Да, есть у нас игроки, которые думают, что Дота их, как всегда, обманывает, что там баш какой-то прошел 17% на лишний, но... Во всем виноват Айсфрох, ребята, можете ему в Твиттер об этом написать или можете подписаться на него в Твиттере. А вот Вич и Геймингс со смока пытаются забрать... Шторм, ворвался, тут же улетает, шарик спрятался, айссс, демиджа не нанес. Телепорт делает на бот Гирокоптер, но у Шторм Спирита уже нету маны, а бузит, ребята, Боттл. Да, у Сетивая сейчас... Ну, немножко маны есть. Не получилось, я что-то не понял. Не сработало, в итоге оно бы и не сработало, то есть он попытался вложить в YG свою банку. Он просто, я не заметил, откуда он портился, то есть не с Фонтана, а с Респа... Наверное, да. Я не заметил, откуда он действительно портился. Извини, Ротикей пытается улететь, Ротикей, вот он, мановой, только откулдаунился. Хао до конца ждал, и очередной фраг у Хао. Красиво, красиво, по таймингу все делает Вич и Гейминг, не нападают просто так, не тратят ресурсы. Да, да, пока игра Вичи мне нравится. 4-2 они ведут, 12 минут игры прошло, включаем Нетворс, и мы видим, что на 1300 уже ушел Хао, и ему не хватает всего 700 голды до появления Бетон Фьюри. Тому жрани Бетон Фьюри, тем не менее, снизу просто снесло с карты Рубика. Соник Вейв потратил супер для того, чтобы сделать этот фраг. Фраг достаточно важный, потому что у Рубика еще нету 6 уровня. Вич и Гейминг старается делать все для того, чтобы настал тот момент, когда антимаг начнет сплитпушить, потому что когда антимаг начнет сплитпушить, и если у команды E-Home будет недостаточно возможности этот сплитпуш прерывать или пушить в ответ, то, скорее всего, Вич и Гейминг на 30-х минутах этой карты будут доминировать. Да, да, и видишь, какой у нас получается ситуация, что, скорее всего, АМ, который вынесет на... АМ тут пытается сделать пул, и у него даже получается. АМ, который вынесет у нас на 13-й минуте Battle Fury, будет иметь монтастайл до 20-й, то есть это будет 19-я минута где-то приблизительно, и Global Silence ему, в принципе, будет не особо-то важен. И тяжело будет его ловить, тяжело будет его убивать. И действительно, как ты правильно сказал, сплитпуш будет постоянным, и товара будут падать, драться будет сложно, цеплять будет сложно, а еще есть хвопа. Кроме того, сетевая нужен, наверное, будет какой-то эскейп, потому что, ну, там есть Дизраптор, там есть хвопа, который начинает покупать Оркит. И, ну, даже не знаю, наверное, БКБшка рано или поздно так или иначе понадобится сетевая. Начнет он, наверное, с Бладстоуна. Да, как год, либо же будет сразу же уходить, например, в Оркит, а потом выходить в Бладстоуну. Ну, хотя, учитывая, что уже имеет Сулринг, Сулринг был с самого начала, да, можно рассчитывать на то, что будет выходить он действительно в Бладстоун с самого начала, а дальше уже делать какие-то другие архипакты. Ну, с годом сравнивать, кажется, немножко некорректно, потому что, действительно, Брагин отыграл сегодня просто как царь и бог. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ну, не заметили, не заметили команды друг друга, потому что ночь на дворе. Ну, Смок-то спал. Смок спал, но, похоже, игрок не поняли уже, что произошло сейчас. Да, как и сегодня не сначала понял в прошлом матче, мы помним, Пупей, когда с него спал Смок, он не понял, откуда его запалило. Также вот здесь мы видим, не совсем поняли, откуда запалили, повернули налево, оказывается, сделали поворотную туда. Да, Баттлфьюри действительно в 13-й минуте появился уже у Хао. Очень ранний, очень хороший Баттлфьюри. Ну, а дальше вы сами знаете. Дальше дело времени. Есть визжен в чужом лесу. Увидели сейчас вардом на руне Хао, что он пошел в их лес. Ребята из них ум. Ну, а что ты можешь сделать? Гангая тем временем Финрира. Воруют у него Ланэм Нюк, Сплинтер Бласт. И, возможно, сейчас их ум будут пытаться драться на миде и реализовывать свой глобал. Нужно им как-то, в сути, повозиться с Вичи Гейминг? Конечно, им надо драться. Им намного... Они сейчас как бы в мид-гейме, они намного должны быть сильнее, пока нет антимага, пока антимаг не особо хочет участвовать в драках. Нужно это делать. Но так вот глобал зачем-то заюзан. Для того, чтобы сетевая, видимо, там смог красиво подраться. Ну, в общем, да, глобал был потрачен в пустую. И Вичи Гейминг поменялись, стоя один, вышками. Для них это, в принципе, выгодно. Конечно. Хао зарабатывает еще деньги. Это тысяча голды. Время идет. Антимаг фармит. По-прежнему мы видим уже около 2000 разницы между ними. Штормом Квапа почти догоняет Шторма. Ну, а Гирокоптер имеет всего 5000. Тут, наверное, стоит сравнивать не антимага со Штормом, а антимага, наверное, стоит сравнивать с Гирокоптером. С Гирокоптером, да. Так бы, правильнее. Сенткинг у нас вынес даггер с хардлейна за 14-15 минут. Нельзя сказать, что это очень поздно, но нельзя сказать, что это очень рано. Вичи Гейминг использует смоук, да, и вот пробегаются по вражескому лесу. Они сейчас будут просто провоцировать соперника. Портиться на Т2, как-то дефать интимага. Ау, Хао, все отлично, у него все схвачено. Телепорт есть, отблинкнется, протанется на топ, пофармит свой лес, покушает топ-линию. Будет не очень просто сделать. Хао, Бласт, ворованный, подняли Хао, Шторм. И Шторм, извините, обкатывается у нас Ланэм. У Ланэм огромные проблемы. Монобой от него, уходит он. Финрир очень больно. Будет ли Колденбрейс на себя Финрир? Да, бросает Колденбрейс. Сетевая пытается взорвать его реминантом. У него это получается. Размен 2 в 1. Невыгодно для Вичи, но есть в этом всем один огромный плюс. Хао продолжает фармить. Инты немножечко получил у нас ДДС за эту драку. Хорошо получилось, что, да, Яхон здесь все-таки смогли кого-то забрать. Но, опять-таки, интимаг продолжает фармить. Хао делает манту сразу же. Без Владмирса. И Супер делает сходу. Сходу пытается сделать у нас Орхит. Орхит, чтобы салить того самого Шторма. Шторма 2600, кстати. Вот два фрага заработал там сетевай. И Владмирса.